Сегодня у нас 15 октября 2020 года. Будем мы сегодня разбираться с аппаратными форезами от слова «форо-перенос», то есть доставка каких-то активных компонентов в глубокие слои кожи. Будем разбирать, какие методики есть, ну, основные для этой цели, какие используются. Будем обсуждать, какие препараты можно вводить, какие характеристики вообще, какие нюансы должны быть у препаратов, которые можно и нужно вводить без инъекций. Куда мы, на какую глубину можем ввести без инъекций что-либо, да, и вообще, насколько нам это все нужно. И в конце дам протокол универсальный, который при любой форетической методике может подойти для того, чтобы в кабинете провести такую процедуру. Так, все, промо-код, кстати, готов, который я вам до этого дала. Так что, если кому интересно, можно его запомнить. И уже им даже можно пользоваться. Так, начнем мы с самой такой, наверное, распространенной методики. Это ультразвук. То есть введение каких-то активных компонентов ультразвука называется ультрафонофорез. Иногда его еще сокращенно называют фонофорез. Ну, правильнее, конечно, ультрафон, потому что мы ультразвуком все-таки, а не просто звуком вводим активные вещества. Надо сказать, что способов доставить активные вещества в глубокие слои кожи не так уж и много. И путь проникновения этих компонентов, да, он практически у всех форетических методик одинаковый. Чаще всего задействуются пути наименьшего сопротивления, так называемые. То есть это вводные протоки сальных, потовые желез, волосы, иные фолликулы. Реже, в частности, например, при использовании такого метода, как электропарация, о нем попозже поговорим, может задействоваться еще и межклеточный, через клеточный пути, да, когда у нас открываются каналы на мембране клеток, и можем прям насквозь, можно сказать, протащить какой-то активный ингредиент. Естественно, эти активные ингредиенты, они должны иметь небольшую величину молекулу, они должны иметь хорошую биодоступность. Зачастую используются какие-то транспортные системы специальной доставки, да, трансдермального переноса, то есть липосомы, к примеру, да, как у нас в серии Нео, да, липосомальный дегидрокверситин, или вот в новой сыворотке ретидерм, которая, кстати, под аппаратные методики не используется, это регулярный уход. Ретинол тоже липосомальный там используется, там два вида ретинола чистый, свободный и липосомальный, как основной. Вот, то есть иногда используются какие-то растворители, гликоли чаще всего, которые тоже помогают средству преодолеть, ну, условно говоря, роговой слой эпидермиса, а некоторым компонентам и даже весь эпидермальный барьер. Не все компоненты у нас могут достигнуть дермы. Сразу могу сказать, что ни один компонент при помощи любой методики, которую мы будем вводить, не достигает подкожно-жировой клетчатки. Поэтому, когда простых обывателей, грубо говоря, ну, обманывают, мягко выражаясь, говоря, что, например, какие-то антицеллюлитные средства проникают прямо в жир, если мы их вводим не шприцом, вот, это, конечно, ложь, потому что невозможно нам преодолеть эпидермис и дерму и доставить в адипоциты какие-то вещества, да, какие-то компоненты. Как работает антицеллюлитные средства, я неоднократно рассказывала, они работают за счет того, что активизируют процессы и обменные, и кровоснабжение, и ускоряют лимфоток, то есть дают дренажный эффект, либо в выше лежащих слоях, да, либо в ниже лежащих. То есть нам нужно простимулировать дерму, чтобы в ПЖК, да, в подкожно-жировой клетчатке начались какие-то активные процессы, в том числе липолиз, чтобы оттуда вода ушла, да, чтобы освободились сжатые, сдавленные, да, адипоциты, чтобы садительная ткань не перестала образовываться при фиброзном целлюлите. И мы должны простимулировать кровоснабжение, обменные процессы в мышцах, да, это как раз достигается уже не флоретическими, а стимулирующими методиками, например, электромиостимуляцией, да и просто физическими нагрузками. Поэтому, как говорится, ПЖК у нас, подкожно-жировая клетчатка находится между дермой и мышцами, и поэтому, когда мы сверху и снизу какие-то активные действия предпринимаем, у нас и в подкожно-жировой клетчатке начинаются активные процессы, в том числе и липолиз, то есть разрушение жировой ткани. Так вот, вернемся к ультразвуку, да, то есть ультразвук – это достаточно древняя уже методика, которая использовалась изначально как ультразвуковая терапия, просто само воздействие ультразвуковое, разволокняющее, стимулирующее и так далее, использовалась в терапевтических целях. И потом обнаружили, что можно вводить лекарственные вещества, и в том числе компоненты из косметики при помощи ультразвука, и такой метод назвали ультразвуковой форез, ультрафонофорез. Применяется для ультрафонофореза высокочастотный ультразвук, да, надо сказать, что ультразвук – это тоже звуковые колебания, иногда его путают с электрическим током, с воздействием электрического тока, ионофорезом, но здесь как раз нет вообще электрического тока даже и в помине, да, в этой методике только что у нас аппарат включается в розетку, да, и нам нужно 220 вольт, по крайней мере, на нашей территории, для того, чтобы все заработало, да, чтобы пьезоэлемент, который генерирует ультразвуковые волны, смог его генерировать. Так вот, мы не слышим ультразвук, да, например, какие-нибудь летучие мыши или кашалоты, они отлично его слышат, воспринимают, скажем так, эти колебания, там у них по типу эхолокации, да, происходит. Вот, если кто рыбак, знает, наверное, как работает эхолот. Так вот, диапазон колебаний ультразвука и частота именно этих колебаний, как раз от нее зависит, например, глубина проникновения самого вот этого физического фактора. И очень частая ошибка, которую мы очень любим обсуждать на семинарах и на всяких вебинарах, это когда, ну, неправильно рекомендуют использовать аппараты, которые не предназначены, например, для введения активных веществ, а предназначены, например, для отшелушивания скрабберы. На всякий случай я буквально чуть-чуть кратенько, да, напомню, что вот такая манипула – это ультразвуковой скраббер и генерирует он низкую частоту, достаточно мощную, разрушительную силу частоту, порядка там 26-28 кГц. И таким скраббером мы, конечно, не можем вводить никакие компоненты. Очень часто, ну, скажем так, нечистые на руку продавцы обманывают покупателей, говорят, что можно перевернуть лопатку и вводить какие-то компоненты. Я подробно на этом останавливалась в семинарах, в вебинарах по аппаратным методикам. Тоже у нас есть ликбез по аппаратке, такой подробный, можно его посмотреть, там, 17-го года вебинар. Там много тоже полезных, всяких таких нюансов. Вот, но если вкратце, то такая частота ультразвука, она имеет действительно глубину проникновения очень большую, до 14-15 сантиметров, и работая на лице таким ультразвуком, мы бы, наверное, все там разрушили, включая мозг. И этого не происходит по одной простой причине, что мы, чтобы добились такого результата, чтобы ультразвук прошел внутрь кожи, то есть в глубокие слои кожи, то есть чтобы он вообще в ткани проник, мы должны манипулу, то есть генератор ультразвука поставить перпендикулярно поверхности, то есть ровно под 90 градусов. И если мы этого сделать не можем, то, слава богу, ультразвук никуда не проникает. Например, в частности, лопатку мы, когда разрыхляем эпидермис, убираем потом вот эти отшелушенные частички скрабером, мы ставим под 45 градусов. И тогда у нас ультразвук отражается от поверхности кожи, возникает так называемая поперечная волна, которая отбивает фактически вот эти вот отшелушенные частички эпидермиса. И как бы мы его не переворачивали, мы все равно под 90 градусов источник ультразвука расположить не сможем. Ничего разрушить, слава богу, не сможем, но и ввести ничего не сможем. Поэтому для фонофореза, то есть именно ультрафонофореза, используются манипулы. Вот такие. Они могут быть с ручкой, ну, различной формы, но главное, что у них должна быть определенная поверхность, которая будет соприкасаться с кожей. И эту манипулу можно расположить перпендикулярно коже. Это самое главное, потому что только так у нас ультразвук будет проникать в ткани. И используется для этих целей именно высокочастотный ультразвук. То есть чем низа частота, по идее, тем глубже проникновение, чем выше частота, тем поверхностнее. А нам надо достичь, допустим, дермы. Это всего лишь 3 миллиметра, условно на лице, от поверхности кожи. И как раз этого расстояния позволяет добиться, преодолеть его 3-мегагерцовый ультразвук, например. То есть если мы будем использовать манипулу, предназначенную для работы по телу, например, в физиотерапевтическом отделении, зачастую такие параметры используются, чтобы вводить, например, паравертебрально-нестероидный противоспалительный препарат или еще какие-то препараты, работать в области суставов, к примеру. Там используется 1-мегагерцовый аппарат, 880 Гц или, может быть, 1 МГц. И, соответственно, таким аппаратом, конечно, нежелательно работать на лице. И, собственно, здесь у нас очень близко и костные выступы, и височно-нижнецелесной сустав, и, собственно, на шее у нас щитовидная железа, хоть мы и не обрабатываем, но боковые поверхности шеи мы можем затрагивать при процедуре декольте, а тут рядом у нас щитовидная железа, парахлематозный орган, поверх которых работать нельзя ультразвуком. Глазные яблоки, зубы, все у нас тут ценно, поэтому я не рекомендую 1-мегагерцовым ультразвуком работать в области лица. Соответственно, лучше выбирать манипулы, которые имеют 3 МГц хотя бы частоту. Сейчас, на самом деле, есть в соблюденных аппаратах, даже я видела 10 МГц возможность поставить частоту, и генератор, соответственно, ультразвук соответствующий там стоит. Но это в косметологических аппаратах встречается крайне редко, ну, точнее, в косметологических я не видела, а видела в физиотерапевтических. Но 3 МГц вполне достаточно, оптимальное как раз для работы по лицу. Например, на манипуле зачастую прямо написано, должно быть, сколько она генерирует. Вот здесь у меня, ну, вряд ли вы увидите с камеры, но могу сказать, что прямо на бортике, прямо выгравировано, что здесь 3 МГц. Вот. То есть понимаем, да, то есть низкая частота – это скрабер, используем его только для ультразвукового пилинга. Высокая частота – это как раз ультрафонов РС, и можем использовать для введения активных веществ в глубокие слои кожи. То есть на уровень зернистого слоя, базальной мембраны эпидермисы, на уровень дермы. Кроме того, ультразвук может использоваться, естественно, в качестве, собственно, ультразвуковой терапии. Да, у него хорошее рассасывающее действие, у него хорошее разволокняющее, то есть со свежими рубцами неплохо работать с ультразвуком, поэтому ничего не мешает вам, имея такой аппарат, работать, например, с рубцами. Ну, естественно, как правило, гипертрофическими, потому что с гипотрофическими сложнее, ничего практически мы не можем с ними сделать, кроме шлифовок. Но свежие рубцы, свежие растяжки, в принципе, поддаются ультразвуковой терапии. Можно гель-контрактубикс для этого использовать, даже не обязательно какие-то косметические препараты. Используются специализированные медицинские лекарственные средства использовать. Так вот, так как ультразвук у нас помогает открыть окно проводимости, увеличить кожу окно проводимости, открыть, можно сказать, компонентом активным вот эти вот каналы, то есть по линиям наименьшего сопротивления, можно сказать, то, что я упоминала как раз вводные протоки сальных, пота с желез волосяных фолликулов, то мы можем активные компоненты из гелей, тех же самых косметических, которые для этого предназначены, вводить в глубокие слои кожи. Естественно, если низкомолекулярная гиалуроновая кислота, например, может достигнуть при фонофорезе, ультрафонофорезе дермы, то, к примеру, конечно, гидролизат коллагена и эластин, он туда не дойдет при всем желании, потому что у него гораздо крупнее молекула. Какие-то активные комплексы экстрактов, они в основном накапливаются в эпидермисе. Пептиды, например, могут проникнуть в глубокие слои кожи, но большинство пептидов, например, дальше эпидермиса и не нужно проникать, потому что те, допустим, мишени, на которые вот эти медиаторы воздействуют, пептиды те же самые, пептиды, мерилаксант, аргирелин, например, с сыворотками мерилакс, как раз достаточно преодолеть роговые слои эпидермиса, попасть в глубокие слои самого эпидермиса и там уже работать. Например, участвуя в эферентной связи, блокирование импульса, который влияет на сокращение мимической мускулатуры. Кстати, на всякий случай скажу, чтобы вы не удивлялись, у нас миорелакс раньше был в коробочках и в таких маленьких тюбиках, а сейчас он будет в 30-ти миллилитровом вот таком вот нашем стандартном вакуумном флаконе выпускаться, уже выпускается в такой таре. Вот, так что не пугайтесь. Но малыши тоже останутся, многие переживали, что снимут с производства маленькие тюбики, они останутся в виде пробников, то есть может быть по одному например покупать. С ультразвуком понятно, да, если есть вопросы, вы сразу задавайте их, не стесняйтесь, пишите прямо в чат. Вот, и соответственно я на них буду отвечать. На этом слайде я как бы обобщаю то, что только что рассказала, то есть на какую глубину проникает у нас ультразвук, да, какой используется, то есть для скрабера используется низкочастотный, еще он же используется для ультразвуковой кавитации, есть такая процедура, но она не форетическая, мы не будем сегодня о ней разговаривать, это разрушение как раз жира в адипоцитах вот этим низкочастотным ультразвуком. Там есть свои нюансы, мы в вебинарах во многих, где упоминается ультразвук, разбираем это подробно, там как раз манипула имеет тоже приблизительно такую форму, но она побольше по размеру и самое главное при ультразвуковой кавитации, конечно же, не направлять ультразвук в сторону паренхематозных органов, суставов, костей, внутренних органов, например, малого таза, то есть нам нужно взять жировую складку и параллельно телу проводить вот это вот воздействие. Понятно, да? А ультрафонофорез это 3-мегагерцовый оптимальный в области лица шеи и декольте, кроме щитовидной железы, разумеется, использовать и можно вводить различные активные вещества. Значит, еще раз акцентирую внимание на всякий случай, на том, что сам по себе ультразвук имеет активность, да, как физический фактор, мощность его используется небольшая, то есть до 0,6 Вт на сантиметр в квадрате, то есть обрабатываем поверхность и, как правило, ощущений никаких, конечно, это не должно вызывать. Если работают на лице ультразвуком, у пациента возникает какой-нибудь звон в ушах или гудит в зубы, как-то отдает, это значит, мы очень сильно превысили мощность ультразвука, надо убирать интенсивность. Это бывает, конечно, на каких-то таких, скажем так, не очень качественных эконом-класса аппаратов, как правило, китайского производства, надо быть с этим осторожны, если у вас оборудование, где-то живете в регионе, где его можно использовать, но оно у вас с непредсказуемыми параметрами, потому что мы все из разных, может быть, стран и регионов, где-то у нас одни аппараты засертифицированы, где-то другие, и, собственно, конечно, надо быть осторожней и лучше перебдеть, как говорится, когда работаем с аппаратной косметологией. Само действие ультразвука, еще раз проговорим, это стимулирующее воздействие на клетки и ткани, это, соответственно, улучшается у нас и кровоток, и лимфоток, и регенерация, это, в первую очередь, разволокняющее действие, то есть очень хорошо работает с рубцами, с постакна и так далее, также ультразвуком можно работать с кожей, например, с куперозом, с которой мы не можем работать, например, электрометодиками, потому что электрометодики все практически, кроме микротоков, противопоказаны при наличии купероза и, соответственно, при заболеваниях, которые проявляются одним из симптомов, как купероз, например, розация. И, соответственно, нам нужно очень, как говорится, внимательно за этим следить. Курс и длительность процедуры ультразвуковой, он, как правило, в области лица, шеи, ткальты не превышает 15 минут. Поэтому за это время мы в спокойном темпе можем обработать всю поверхность. Ну, и на всякий случай я напомню, как обрабатывается поверхность, то есть, естественно, по массажным линиям мы можем начать и сверху, можем начать и снизу, как удобно. И используются либо такие продольные движения, либо используются спиральные. Если мы по линиям наименьшего сопротивления кожи будем работать спиральными движениями, я рекомендую как бы вот эту спиральку закручивать в сторону улыбки. То есть, получается, Тамара спрашивает, почему нельзя электрометодике прирозаться к куперозе. Я потом, когда будем об электрометодиках говорить, я еще раз акцентирую это на этом, внимание. Ультразвук как раз можно. Просто электрический ток очень достаточно агрессивно воздействует на сосуды, и поэтому особенно постоянный ток использовать при слабости сосудистой стенки нежелательно. А вот микротоковая терапия, она не форетическая, методика мы сегодня не будем о ней говорить, это стимулирующая методика, которая как раз хорошо улучшает микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов, лимфодренажным действием хорошим обладает. Вот микротоковую терапию можно как раз и нужно при разации куперозе делать, да, ну, понятно, что при разации вне обострения, конечно, когда она обостряется, там ничего на кожу лишнего не надо наносить, что-то с ней делать. Вот с гальваническим током, с постоянным, с электропорацией, там есть, конечно, ограничения, то есть не нужно использовать, если есть слабость сосудистой стенки, потому что можно быстренько получить новые телеангектазии и разрушить сосуды. Ультразвук как раз нормально для того, чтобы, например, тот же самый антикуперозный гель вводить. Иногда люди путаются на антикуперозном геле, например, написано, можно вводить ее нафорезом. Да, можно, но только не с целью коррекции купероза, а с целью, например, получить лифтинг или оживить цвет лица при атоничной тусклой коже, потому что там есть компоненты, действительно, сосудокрепляющие, которые освежают кожу и так далее. Есть ДМА, который дает лифтинг. Вот, а вот как раз для пациентов с куперозом мы антикуперозный гель будем вводить, например, ультразвуком, либо будем использовать его в регулярном домашнем уходе. То есть, есть вот свои нюансы такие. Надеюсь, что я там ответила наш вопрос, если что, пишите. Так вот, вернемся к тому, как использовать манипул, да, на всякий случай, напомню, наверняка вы все это знаете, но я вот рекомендую все-таки закручивать спиральку, да, как улыбку. То есть, мы с одной стороны, получается, с полчасовой стрелинкой ведем, а с другой против. И получается, что дополнительно мы еще механически создаем такие вот движения, которые, особенно если мы ведем их к регионарным лимфоузлам и потом сбрасываем по груди на ключично-социевидные мышцы, обрабатывая боковые поверхности шеи, которые мы тоже можем, в принципе, обрабатывать спокойным утразвуком. Только область щитовидной железы для нас табу. Вот, поэтому вот так вот, да, у нас будет, вот так у нас будет, на лбу тоже можем закручивать, продольными движениями обрабатывать. И все это будет длиться у нас минут 10, если только лицо, да, и, соответственно, минут 15, если мы еще декольте, да, будем боковые поверхности шеи и часть декольте обрабатывать. Вот, понятно, да, вот этот вопрос, если что, уточняйте. Значит, что еще? Ну, на всякий случай скажу, что да, по телу тоже можно работать с этими маниплами, то есть не только с целью кавитации, но и фонфорез, например, какие-то активные гели из серии Боди, да, вводить в кожу тела, да, для того, чтобы улучшить состояние кожного лоскута, уменьшить выраженность апельсиновой корки, так называемой, потому что мы с целлюлитом не только работаем с подкожно-жировой клетчаткой, но и состояние эпидермиса мы должны визуально улучшить, да, то есть отшелушить и увлажнить хорошо, глубоко, и какие-то компоненты, улучшающие микроциркуляцию, тоже очень хорошо, когда в дерму вводится, даже можно наш разогревающий гель, вот этот термоинтенсив, вводить аппаратными методиками, он, в принципе, электропроводный тоже, да, его тестировали на этапах клинических испытаний и с методикой электропорации, и ультразвуком его вводили, единственное, что с термоинтенсивом, конечно, надо быть осторожнее, потому что у него достаточно интенсивный разогрев, что следует из названия, и у всех разная чувствительность кожи, конечно, порог чувствительности тоже разный, и поэтому его всегда нужно сначала пробовать, просто, как говорится, на очищенную кожу сначала наносить, потом после скрабирования, например, наносить, после этого пробовать его, как он в обертывании себя поведет, на конкретном, индивидуально, да, подбирать техники, да, как на конкретном человеке он себя поведет, будет ли очень сильный дискомфортный разогрев, или он будет все-таки комфортный, Потому что его разогревающий компонент, вот этот ванилбутиловый эфир, термалат, он дает действительно комфортный, длительный, глубокий, такой мягкий разогрев, но у некоторых при таком пороге чувствительности низком будет сильно очень греть, сжечь фактически, особенно на раздраженную, распаренную кожу. Вот, поэтому надо осторожно. Естественно, когда мы делаем процедуру активную, да, и кожу готовим перед ней, то интенсивность, разогрева, да, у всех может быть разная. Поэтому смотрим всегда внимательно, если все нормально, комфортно, пациент переносит, то можно использовать и для введения, и для, собственно, обертывания после процедуры. Это вот что касается термоинтенсива. Так, Евгения, пропадает видео зуб, но напишите кто-нибудь, может быть, у кого-то еще пропадает, потому что, скорее всего, у вас, может быть, интернет просто пропадает, и надо, может быть, перезайти еще раз, бывает такое. Вот, если у кого-то еще пропадает, на всякий случай напишите, но у меня вроде все стабильно здесь. Вот, по-любому будет, спасибо, Елена, будет запись выложена в Ютубе через несколько дней, как этот вебинар пройдет, обычно по традиции мы выкладываем, поэтому, если что-то вы пропустили, не волнуйтесь, можете всегда посмотреть потом. Ну, пойдем дальше, да? Варианты воздействия ультразвука, да, может быть, импульсный постоянный режим, когда у нас импульсы, да, самого вот этого ультразвукового воздействия, то есть не частота, да, а именно импульсы пореже и почаще возникают. Сейчас, может быть, если мне удастся показать, может быть, даже я вам попробую на камеру показать, от чего это зависит. То есть я возьму, например, тоник. Нанесу на манипулу. Вот, и смотрите, вот, если видно, да, практически, да, постоянный режим, да, то есть постоянно идет вибрация. И если мы делаем импульсный режим, убираем частоту импульсов, то я, конечно, интенсивность большую поставила, чтобы прям было видно кавитацию вот это. То есть, видите, у нас подпрыгивает. Может быть, видно, да? Сейчас еще побольше набрызгаю. Напишите, видно вам или нет разницу между импульсным режимом и постоянным. Вот так попробуем сделать. То есть вот у нас импульсный режим. То есть он, ультразвук, такими вот импульсами идет. И если мы ставим постоянный режим, то он постоянно идет. Но я надеюсь, вы увидели, ну, по крайней мере, поняли по обсуждению, что происходит. Так вот, для чего нам нужен импульсный постоянный режим? Для того, чтобы не перегреть кожу. Потому что ультразвук тоже при определенных условиях, он может дать такой термический эффект разогревающий. Он может слишком сильно воздействовать на сосуды. Опять-таки, да, когда слабые сосуды, купероз и так далее. Это нежелательно. Поэтому, если кожа со слабыми сосудами... Спасибо, Тамара. Ну, я думаю, от одного раза изредка ничего не будет. Вот, ничего с ней не произойдет. Не страшно. Особенно, если Малимпулы качественные. В общем, в принципе, ресурс какой-то у ней заложен все-таки прочности. Не страшно. Спасибо за беспокойство. Значит, смотрите, импульсный режим нам нужен, чтобы кожу не перегреть, не перевоздействовать на сосуды, чтобы они не расширялись слишком сильно. И такой режим мы выберем, если мы работаем особенно с кожей, с куперозом, со слабостью сосудистой стенки. Но, к сожалению, купероз у нас практически у многих. Сейчас есть, наверное, у 8 человек из 10 мы найдем хоть какие-то проявления купероза. Поэтому при фонофорезе я предпочитаю всегда ставить импульсный режим, если мы работаем с косметическими средствами на лице. Конечно, если мы будем вводить какие-то лекарственные препараты, например, в область тела, например, паравертебрально, на какой-нибудь типу профен, то мы там выберем, например, постоянный режим. А лопаточка-скрабер, которая используется для ультразвукового пилинга, она, как правило, работает в постоянном режиме, потому что там ультразвук никуда не проникает, он разрушает именно то, что на поверхности мы разрыхлили, и вот он отбивает вот эти разрыхленные керотиноциты от поверхности кожи. Скорость смещения манипулы, приблизительно, как я показывала, где-то 1,5 см в секунду, то есть мы не чистим так быстро-быстро, как при рефлифтинге, а в спокойном темпе, не задерживаясь на одном месте долго, мы обрабатываем всю поверхность, которую планируем обработать. Вот что касается, как говорится, самой методики. Естественно, как я уже говорила, мы можем работать и с какими-то дефектами кожи, но не, как говорится, завышенных ожиданий, чтобы не было у пациента, потому что у него старый какой-нибудь рубец или еще что-то, он будет думать, что он пришел к вам на процедуру, вы сделали ему фонофорез с какими-то рассасывающими веществами или даже с тем же контрактубисом, и что у него прямо этот рубец уйдет. Нет, не факт. Скорее всего, не уйдет, и просто он будет потом вам предъявлять претензии, что он зря денег заплатил. Поэтому надо всегда оговаривать, какой мы результат вообще ожидаем. Немножко выравнивание поверхности, врань рельефа, устранение какой-то контрастности цвета этого рубца или растяжки, например. Постакны тоже не сразу могут уходить, хотя ультразвук очень хорошо работает с постакны. Можно, допустим, как контактный использовать гель для жирной кожи или даже демотен. Поэтому здесь надо, конечно, всегда обсудить с пациентом, что мы ожидаем, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать. То, что подвластно, например, только лазерным методикам, или даже им не подвластно, мы, к сожалению, физиотерапевтическими, терапевтическими именно, терапевтическими, ключевое слово, методиками, не можем радикально что-то устранить. Но мы можем хорошо, как говорится, улучшить качество кожи, улучшить микроциркуляцию, снять отечность. То есть масса всяких эффектов именно и омолаживающих, и оздоравливающих. То есть физиотерапия – это всегда оздоравливающее какое-то воздействие. То есть это не радикальное устранение косметического дефекта. Это надо понимать, просто пациенты не всегда это понимают. Для них аппарат и аппарат. Сложная какая-то такая конструкция красивая или некрасивая. И поэтому всегда, конечно, надо все это озвучить на консультации. Противопоказания для ультразвуковой терапии. В принципе, точно такие же практически, как в любой другой физиотерапии. Это беременность, это онкология, это какие-то тяжелые хронические заболевания, это какие-то процессы заболевания, которые приводят к повреждению поверхности кожи, по поврежденной поверхности мы никогда контактными методиками работать не можем. У нас в арсенале фактически только две. Бесконтактные методики терапевтические – это лазерная терапия, которую можно озвучивать поверхность. Сейчас скажу, Тамар, озвучивать поверхность, освечивать лазерную терапию, освечивать поверхность, или можем мы дарсонвалем, например, работать бесконтактно. А все остальные методики требуют контакта с кожей. Соответственно, по поврежденной коже мы, естественно, работать не сможем уже ими. Надо, чтобы кожа зажила. Если какие-то есть, например, те же самые экскорированные окна и так далее. Если у нас нет лазерного аппарата с низкоэнергетическим лазером, к примеру, Мустан 2000+, который мы как раз для лазерной биоритализации чаще используем. Кому интересно, можно соответствующий вебинар найти по лазерной биоритализации. Там как раз про этот аппарат я очень подробно рассказываю. Но если кожа повреждена, нам сначала надо заживить консервативно, назначить лечение, заживить вот эти микротравмы, тот же самый гель интенсив регенерацию можно для этого использовать. Он быстро заживляет. И потом уже взять на физиотерапевтическую процедуру этого пациента. Значит, по поводу пигментных пятен. С пигментными пятнами, Тамара, сразу могу сказать, это очень сложно. Есть поверхностная пигментация, которая, например, после отпуска привозится домой. Она достаточно быстро уходит на легких поверхностных пилингах, на каких-то отбеливающих средствах, содержащих тот же самый кислот ретинол, коевую кислоту арбутин и так далее, и витамин С, например. И есть пигментация, например, глубокая, дермальная, долгосуществующая. Те же самые, например, поствоспалительная пигментация, постакна, она достаточно долго уходит, причем чем старше пациент, тем она дольше будет рассасываться. Это как раз та пигментация, которая даже при каких-то шлифовках лазерных может не уйти, да, к примеру. То есть здесь сложно с этим. Поэтому с пигментными пятнами надо всегда, ну, конечно, в идеале посмотреть, там, или лампой Вуда, или там дерматоскопом, насколько она глубоко залегает. И либо просто, ну, если это понятно, что это поверхностная, свежевозникшая какая-то, то, конечно же, помимо процедур аппаратных, которые мы можем сделать как вспомогательные, да, чтобы ускорить разрешение вот этой пигментации, да, ее осветления, мы, естественно, должны обязательно назначить в регулярный домашний уход какие-то осветляющие средства. Те же самые сыворотки с ретинолом или с кислотами, например, ретидерм 0,25 и альфа-дерм, новые наши сыворотки, они обладают осветляющим действием. Вот, можно тоник с ахокислотами как вспомогательный назначать, но, например, если это какая-то глубоко залегающая пигментация, не нужно, опять-таки, завышенных ожиданий, чтобы было у пациента, что мы от нее избавимся. Вот, поэтому здесь уже, как говорится, смотрим по ситуации. Но пигментация по-любому быстрее уходит, если она может вообще способна уйти, если мы регулярно ускоряем, грубо говоря, обновление кожи в тот период, когда можно это сделать, при условии защиты кожи от солнца. То есть, если мы защищаем кожу от солнца, и у нас используется SPF в зависимости от индекса инсоляции, который мы смотрим в прогнозе погоды, то, если мы используем какие-то средства отбеливающие, они все потенциально могут быть фототоксичными, если намазаться им, условно говоря, и выйти на солнце. Поэтому, когда мы начинаем какую-то осветляющую программу, например, в осенне-зимний период, то обязательно к этой программе прилагается средство с SPF, например, мультипротектор SPF 50+, можно, допустим, какие-то тональные средства с SPF 30, например, использовать, но не менее 30. Если мы не проводим какую-то отбеливающую программу, ни в кабинете, ни дома, то, в принципе, мы можем, например, при индексе инсоляции до 2-3 ничего не использовать, от 2 до 4 использовать SPF от 8 до 15, и, соответственно, если выше 4, тогда уже использовать 30 и 50. А если же мы проводим какую-то терапию именно с отбеливающими компонентами, то у нас нижняя граница SPF на фоне этой терапии и какое-то время после – это 30. То есть это надо запомнить просто, потому что очень халатно у нас люди относятся к защите кожи от солнца, считают, что зимой вообще не нужно ее защищать, а то вдруг витамина D нам не додадут. Нам на самом деле защищать нужно, если беспокоит пигментация, есть склонность к ней. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Значит, по поводу противопоказаний. Понятно, тяжелые хронические заболевания, нарушение целостности кожи, какие-то, допустим, онкология беременности – это ясно, какие-то тяжелые хронические заболевания соединительной ткани, например, аутоиммунные процессы. То есть в том числе, как говорится, нельзя делать при обострении каких-то хронических дерматозов, но здесь тоже такой нюанс – косметические процедуры, может, мы не будем делать пациенту с псориазом, у которого все-таки есть остаточные какие-то бляшки, например, в области лица или там по волосистой части головы часто бывает, а уже как, например, физиотерапевт могу, например, делать. Вот по показаниям. Металл, да, для ультразвука, по идее, металл, да, он не является таким прямо сильным противопоказанием, если это, допустим, какой-то дентальный имплант, да, но при условии, что мы используем, например, на лице вот этот 3-мегагерцовый ультразвук, он действительно так глубоко не проникает и не расшатает, условно говоря, ваш имплант. Если же есть металл внутрикожный, так как раньше были золотые нити, например, или есть какие-то конструкции остеосинтеза, например, была какая-нибудь, не дай бог, авария, да, и человеку собирали при помощи пластин металлических, нижнюю челюсть, ну, всякое бывает, да, то мы тогда, конечно, даже ультразвуком уже работать не сможем по такому лицу. Вот, но, например, дентальный имплант, который почти у всех есть, да, металл, керамика, ну, у многих есть, вот, их, конечно, при, там, 10-15-минутном фонофорезе с 3-мегагерцовой манипулой изолировать не нужно, а вот с электрометодиками, там другая ситуация, там либо вообще не делать процедуры, либо как-то изолировать их. Ну, естественно, гипертермия, понятно, температура, лихорадка, если какой-то воспалительный процесс идет, мы, естественно, никакую физиотерапию не делаем такому пациенту, потому что зачем нам нагружать его еще каким-то физическим фактором, чтобы вместо реакции адаптации, к чему мы стремимся, да, делая физиотерапевтические процедуры, мы вызовем срыв адаптации и вообще совершенно неадекватную реакцию и кожи, и основное состояние пациента может ухудшиться. Значит, правила безопасности основные, я уже проговорила, но здесь на этом слайде я их как бы скомпоновала вместе. Не направляем излучатель на паренхематозные органы, ну, здесь у нас это щитовидка, вот, не работаем излучателем по костным выступам и суставам, да, особенно это как раз относится к ультразвуковой кавитации, например, да, когда это используется не фон ФРС, а именно процедура так называемой ультразвуковой липосакции, да, еще иногда называют, здесь это важно. Защита рук, кстати, немаловажный момент при проведении манипуляций, да, ультразвуковой, особенно если там со скрабером, с низкочастотным, часто вы работаете, да, одно дело, когда вы там пару-тройку раз в месяц, конечно, может быть, ничего не произойдет, но как вот, например, узисты, которые работают в поликлиниках, занимаются ультразвуковым сканированием, да, и постоянно у них манипулы в руках, там, конечно, защищать себя от вот этой вибрации и чтобы потом не было синдрома Рейно, имеет смысл. И для этого мы используем тканевые перчатки, лучше, конечно, вязанные, чтобы такая рыхлая вязки были, на нее уже одноразовую перчатку надеваем. Для чего это делается? На самом деле, почему мы вообще гель используем, когда ультразвуком работаем, потому что воздух не проводит ультразвук. И чтобы нам этот ультразвук затормозить, да, вот эти колебания, нам надо создать воздушную прослойку. То есть между кожей мы наоборот кладем гель, чтобы он проник туда, а между манипулой рукой нам желательно создать воздушную прослойку. Вот как раз ее позволяют создать вот эти тканевые или вязанные перчатки, ну, из хлопковой пряжи, да, например, шерстяной жарко будет. Вот, и, соответственно, на нее надеваем латусные перчатки, и уже мы как-то предохраняем себя от вот этой вибрации. И, соответственно, как я уже говорила, не допускать неравномерного прилегания манипулы, не делать угол не 90 градусов, да, как бы потому что тогда просто у нас ультразвук в кожу не пойдет. Это касается как раз ультрафону фореза напрямую. Вот, с ультразвуком мы с вами закончились. Какие-то вопросы пишите. Вот, перейдем мы, время у нас немного, а тема у нас большая. Вот, придем мы к гальванизации. То есть не совсем, конечно, правильно сказать гальванизация, да, гальванизация – это терапевтическая процедура, физиотерапевтическая, при которой мы не используем каких-то медицинских препаратов, да, используем чисто воздействие гальванического тока. А все-таки в медицине и в косметологии особенно мы используем гальванический ток именно с целью гальванического фореза, да, гальвана фореза, электрофореза, иона фореза – это синонимы. То есть используется постоянный ток и небольшой силы, естественно, низкого напряжения. И при помощи этого тока опять-таки окно проводимости у нас открывается, да, у нас открываются вот эти вот каналы, можно сказать. То есть выводные протоксальных потовых желез лучше воспринимают вот эти компоненты активные, и мы можем таким образом вводить активные компоненты из косметических средств, ну или лекарственных препаратов. Соответственно, здесь стоит для примера аппаратик гальвофор, вот такой же, как на слайде. Он предназначен только для электрофореза фактически, да, то есть он ничего другого не может, как аналогичный аппарат физиомелт, например, производства той же инполцетехники. Вот, но, сейчас попробую вам так показать. Здесь на самом деле очень мало параметров, которые мы можем отрегулировать. Здесь есть выбор диапазона, то есть электрического тока. То есть, например, работая по лицу, нам не нужен диапазон до 80 миллиампер. У нас пациент до потолка подскочит, если не дай бог такой силы тока его жахнуть. Вот, поэтому мы выбираем 10 миллиампер вот этой кнопочкой. Вот, и больше 10 он даже не сможет дать. Но нам на самом деле в области лица, когда мы работаем, достаточно до максимума 3,5 миллиампер, там уже ощущения будут дискомфортные. А мы все-таки выставляем силу тока по ощущениям пациента. Поэтому как раз нельзя делать такие процедуры у пациентов с какими-то неврологическими нарушениями, когда у него нарушается шкозная чувствительность. Вот, а всем остальным мы можем постепенно прибавлять потенциометром силу тока до появления легкого покалывания, мурашек, но не должно быть жжения и боли. То есть, в этом случае никогда больно – это не значит более эффективно. У нас люди любят потерпеть, да, женщины особенно. Вот, поэтому всегда надо сказать, что только комфортное такое должно быть ощущение. Мурашечки, покалывания, и этого уже достаточно для того, чтобы электрический ток малой силы работал. Время мы выставляем здесь, да, тоже процедура, как правило, длится не более 15 минут. И вот пуск, стоп мы нажимаем для того, чтобы можно было воздействовать. Вот, здесь у нас еще есть кнопочка смены полярности. То есть, чтобы нам не перетыкать штекер, иногда нужно сменить полярность, да, то есть, допустим, при смене препарата или когда мы гальваническую дезинкрустацию, например, делаем, да, чтобы у нас не перетыкать штекер, а просто сменить полярность, потому что мы последовательно сначала сонополис там с минуса обрабатываем, потом с плюса, и очень удобно этой кнопкой это делать. Вот, какие важные моменты, да, есть при проведении иона фореза, например, процедур, связанных с постоянным током. Так как этот ток постоянный, он течет только в одном направлении, то есть, либо от плюса к минусу, либо от минуса к плюсу. То есть, катод это минус, анод это плюс, и, соответственно, у нас двигаются ионы заряженные, так называемые, да, то есть, у нас, что значит заряд келя или там раствора? Это значит, что в водном растворе, в солевом, да, эти компоненты, они диссоцируют на ионы, например, диссоциация воды, да, H2O, H+, и OH-, то есть положительно заряженный ион водорода и отрицательно заряженный OH- ион, да, гидраксония. Поэтому, допустим, ну, соль там, натрий-хлор, да, то есть плюсовой заряд имеет у нас натрий, да, а хлор имеет минус. Поэтому к одноименному электроду, да, будут противоположно заряженные ионы стремиться. То есть, плюсовые к минусу, минусовые к плюсу. И вот это вот движение ионов в растворе на коже и так далее, да, оно как раз и дает эффект, и дает возможность ввести в глубокие слои кожи какие-то компоненты. Они обязательно должны быть водорастворимые, то есть для иона фореза нельзя использовать кремовые, масляные какие-то текстуры, это обязательно должен быть раствор или гель. И таким образом мы можем проталкивать в глубокие слои кожи какие-то активные компоненты, пользуясь тем, что одноименные ионы, они отталкиваются друг от друга. То есть минусовой будет отталкиваться от минуса, а плюсовой от плюса. Поэтому, например, в геле-концентрате с гиалуроновой кислотой, наш самый знаменитый, да, вот этот вот гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, двухпроцентной, там, естественно, у нас очень много отрицательно заряженных ионов, вот этих вот хвостов гиалуроната, то есть натрий-гиалуронат, гиалуроновая кислота. И поэтому мы, например, гиалуроновую кислоту всегда вводим с минуса, потому что минус отрицательные заряженные ионы будут отталкиваться от нашего активного электрода минусового и стремиться к плюсовому, который у пациента зажат в руке. Естественно, до руки он не дойдет, но в глубокие слои кожи попадет, понятно, да, вот этот момент. И, соответственно, если у нас, допустим, преобладают в растворе или в каком-то препарате положительно заряженные ионы, будем вводить с плюсом, если отрицательные заряженные, будем вводить с минусом. Сам электрический ток тоже дает эффект определенный на коже, то есть у него есть свои какие-то физиологические реакции, которые под его воздействием возникают. Например, PH, да, PH, кислотность. У нас в норме как бы должен быть слабокислый PH, не всегда это так. Например, проблемная кожа, она защелачивается очень часто, и поэтому как раз там начинает развлекаться патогенная микрофлора, которая любит щелочной PH, а полезная микрофлора любит, наоборот, слабокислый. И поэтому при щелочной реакции на коже часто бывает воспаление. Так вот, отрицательный электрод, под ним всегда образуется щелочь, да, и увеличивается PH, да, то есть PH у нас чем выше цифра эта, да, тем щелочнее, чем ниже, тем кислее. Вот, а под анодом наоборот, под анодом наоборот кислая реакция. Поэтому, когда мы, например, делаем гальваническую дезинкрустацию, об этом у нас тоже есть семинары, вебинары, то есть можно тоже посмотреть конкретно про гальванический ток, когда я подробно рассказываю, там есть и про дезинкрустацию, и про йон-форез. Вот, и здесь как раз используются вот эти свойства. То есть сначала мы ощелачиваем поверхность кожи, да, провоцируя реакцию омоления жиров прямо на коже, когда у нас щелочь вступает в реакцию с триплицеридами кожного сала, и происходит омоление жиров, и можно потом удалить легко. И, соответственно, вот эта щелочная реакция как раз происходит под катодом. То есть мы сначала работаем с минусом, а потом второй этап, да, когда мы работаем по тонику или по простой чистой воде с анода, еще две минутки, мы как раз делаем для того, чтобы восстановить PH, то есть сделать его опять слабо кислым. Вот, это что касается PH, да, то есть вот такая вот реакция. Минус щелочь, анод плюс кислота, кислая. Вот, тонус пор кожных, да, то есть у нас под катодом они немножко расширяются, да, и могут, как говорится, увеличиваться, может быть, опять-таки проводимость, и, соответственно, под анодом поры сужаются. Это важно, когда мы, например, делаем чистку, но не столь важно, когда мы делаем фонофорест, потому что там все-таки мы ориентируемся на именно заряд тех ионов, которые в растворе, которые мы хотим ввести, или в препарате, да, в гелию. А мы на него ориентируемся, а не на физиологические реакции, которые может дополнительно еще создать манипула, то есть электрический ток с определенным зарядом. Сосудистая реакция катод, он более возбуждающим действием обладает, то есть он может усилить микроциркуляцию, расширять сосуды, даже может, даже вплоть до гиперемии. А нод, в свою очередь, наоборот, сужает сосуды и как бы таким больше успокаивающим действием обладает. Активность сальных потовых желез тоже под воздействием электрического тока с минуса усиливается, с плюса снижается. Нервные окончания, опять-таки, возбуждаются, стимулируются под катодом и расслабляются, успокаиваются под анодом. Повышение чувствительности может быть и, наоборот, снижение чувствительности, соответственно, повышение воздействия с катода и снижение чувствительности, возбудимости, реактивности кожи под анодом. Ну и, собственно, реакция самого эпидермиса, при условии, конечно, что мы на него что-то еще нанесли, мы можем усилить эту реакцию, как при чистке гальванической. То есть смягчение кожи, разрыхление гидротации, то есть притягивание воды, вот такой как бы гидроосмос это называется, когда кожа начинает немножко разрыхляться, и воду притягивает к себе верхний слой кожи, роговой, естественно. Это как раз под катодом происходит, и этим мы пользуемся, когда делаем гальваническую чистку. А восстановление плотности эпидермиса, то есть подсушивающий такой эффект, это как раз происходит под анодом, поэтому вторым этапом чистки гальванической всегда будет воздействие с анода по либо тонику с нейтральным pH, либо с слабокислым pH, либо просто по обычной кипяченой водичке можно даже сделать это. Вот, это физиологические реакции, которые возникают. Дальше мы что делаем? То есть у нас есть определенные гели, лосьоны, которые мы можем вводить при помощи гальванического тока, и у каждого из них есть определенный заряд. Который у нас с некоторых пор пишется в методических указаниях. Раньше даже на этикетке это все было написано, но сейчас на этикетке это все профессиональное применение не всегда можно озвучить. У нас есть для этого для профессионалов методические указания. У кого нет этой книжечки беленькой такой, можно всегда зайти на наш сайт в раздел обучения, и там вся литература, которая в бесплатном доступе есть, она вся выложена. То есть можно скачать в PDF спокойно, или посмотреть онлайн, там что-нибудь, если забыли, с какого полюса гиалуронку ту же самую вводить. То есть без проблем. И, соответственно, мы смотрим, с какого полюса вводить. И есть такой тоже нюанс. Когда мы работаем с какими-то комплексными препаратами, где много активных компонентов, к сожалению, не все активные компоненты одинаковой форетичностью обладают. То есть не все одинаково хорошо проникают через роговой слой эпидермиса или вообще преодолевают эпидермальный барьер. Есть вещества, которые не имеют четкого какого-то заряда. То есть у них, казалось бы, поровну отрицательных положительно заряженных ионов, например, в растворе. И такие вещества называются биполярными. То есть с точки зрения классической физиотерапии их можно вводить с любого полюса. Но в косметологии зачастую используется метод так называемого последовательного воздействия, когда мы еще задействуем эффекты самого катода и самого анода. То есть логично предположить, что сначала мы должны все простимулировать, возбудить, потом успокоить. И такие вещества биполярные чаще всего вводятся сначала. То есть время делится воздействие пополам. Сначала мы обрабатываем кожу с минуса, а потом обрабатываем по этому же гелю с плюс. Соответственно, мы меняем полярность, мы меняем салфеточку на лице, по которой мы работаем. И таким образом проводим процедуру в два этапа. Если же однозначно с какого-то определенного полюса вводится, например, гель концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, только с минуса вводится, то мы просто вводим его с минусом, и на этом процедура закончена. То есть нам не нужно с плюса еще чего-то там обрабатывать, как при чистке. Вот, понятно, да, вот этот момент немножечко сложный, но здесь, в принципе, тоже достаточно понятно, почему это все происходит, и логично. Можно вот этот способ использовать. Естественно, чем лучше мы кожу подготовим к процедуре, тем больше полезных компонентов и глубже зайдет. Вот, ну, насколько возможно их туда пропихнуть, если можно так выразиться. Поэтому я рекомендую всегда делать предуход, то есть подготовку к какой-то коже. Как раз для этого можно либо ультразвуковой пилинг использовать в сочетании с дезокрусирующим гелем и лосьоном, а можно просто сделать массаж по энзимной пектиновой маске нашей любимой, которая, собственно, является таким самым, наверное, главным, одним из самых главных хитов гельтековской линейки, клинсинг, который называется очищающей линейки, и подготовить кожу, убрать гиперкератоз, убрать вот эти чешуйки роговые излишние, да, уже на этапе предухода кожа начнет выглядеть более такой лощеной и ухоженной. Поэтому, если вы делаете эпизодические такие процедуры, то хорошо их предварять энзимной пектиновой маской, например, сделать по ней массажик. А влажными руками, естественно, в перчатках. А если вы делаете курс процедур, то есть вы вводите, допустим, 10 дней подряд какие-то препараты, или там через день делаете 10 процедур, то тогда у вас предуход вот этот вот будет на первой, пятой и десятой процедуре. То есть не каждый день, потому что энзимную маску можно использовать, ну, максимум, два раза в неделю. Вот, как я уже говорила, сила тока выставляется у нас. Так, вопросик Елена. По времени массаж по маске сколько должен быть? До 15 минут. Да, то есть экспозиция маски энзимной пектиновой с папаином, с молочной кислотой, 5% с солью, рапанс, с трусовым пектином, вот ее в составе, да, не более 15 минут. И использовать ее можно по-разному, конечно, можно и под пленку, как классическое холодное распаривание положить, можно сделать по ней массаж. Шлажными руками можно просто нанести и оставить, да, естественно, под массажем она будет получше работать, потому что вы параллельно еще и, ну, это не то, что даже маска будет работать с гелевым пилингом энзимным, не нужно вот это вот тепло, пленка обязательно, как порошковые пилинги энзимные, там очень много танцев с бубнами должно происходить, да, включая подогретые полотенца поверх пленки, тогда только это энзимы заработают. Гелевые колодные системы с папаином, например, они работают прекрасно и так, вот, то есть даже если просто нанести на кожу, но, конечно, эффективнее будет, если вы сделаете массажик, убьете двух зайцев, и клиента расслабите, и какой-то лимфодренаж ручной сделаете параллельно, да, массажными какими-то техниками воспользуйтесь, уже у вас до и после будет расширяться, да, вот этот диапазон, как пришел человек до и как он уйдет после, вот, ну, до 15 минут экспозиции. То есть здесь 15 минут средняя подготовка идет энзимной маской. Значит, параметры тока, как я уже говорила, на лице это час, чаще всего до, там, двух с половиной, ну, трех, ну, чувствительность разная, да, как бы у всех, но больше трех с половиной миллиампер, как правило, всем некомфортно, особенно в чувствительных зонах, да, в носогубном треугольнике. Время максимальное, большое лицо, большое декольте, там, поверхность шеи, да, то есть у всех разное, конечно, ну, максимум 20 минут мы обрабатываем, ну, а в среднем где-то 15 минут у нас процедура длится. И, то есть мы, грубо говоря, из 15 минут 10 минут обрабатываем лицо, 5 минут декольте можем, ну, или там чуть более равномерно распределить. Ну, я, честно говоря, предпочитаю обработать, не, как говорится, не по частям обрабатывать, а обрабатывать последовательно всю поверхность, потом еще раз, потом еще раз, потом еще раз, пока время не кончится. Вот. Соответственно, ток не должен, как я уже говорила, вызывать жжение, не нужно вызывать боли, это не нужно. И полярность препаратов всегда указывается в методических указаниях, либо на этикетке, если это разрешено в вашей стране, например. Курс процедур. Соответственно, эти процедуры могут эпизодически использоваться, а могут использоваться курсом, когда нам нужно напитать кожу, например, обезвоженную гиалуроновой кислотой. Можем сделать 10 процедур подряд. Вся классическая терапия, физиотерапия, да, она, как правило, подразумевает курсы ежедневного или через день применения. Поэтому косметология, она ничем, как говорится, не отличается. Если используется физиотерапевтическая методика, от тех же правил и принципов мы должны придерживаться, поэтому мы делаем процедуры через день или ежедневно, если это возможно. Но также в косметологии у нас более востребованы все-таки процедуры эпизодические, процедуры поддерживающие, процедуры на выход и так далее. Это все мы можем использовать в таком контексте, но, естественно, у нас накопительный результат, накопительный эффект будет менее выражен, если нам он нужен. Ту же самую микротоковую терапию лазерную, конечно, оптимально использовать курсом, а введение каких-то активных веществ можно при необходимости, например, эпизодически осуществить. По поводу рефлекторных реакций, я вам уже сказала, когда мы разбирали эффекты от самого электрического тока. Единственное, о чем хочу сакцентировать внимание, что бывают такие побочные явления при воздействии электрического тока. При воздействии постоянным током у нас возникает металлический привкус во рту. Это, в принципе, раздражение вкусового анализатора, и ион водорода в водном растворе, у нас все эти препараты, они на основе воды, у них там больше всего воды содержится. Вода тоже диссоциирует в растворе на ион. И этот водород, он как раз и дает металлический привкус во рту, поэтому этот металлический привкус возникает даже у тех, у кого нет металлических конструкций. то есть коронок там или еще что-то, потому что некоторые думают, металлический привкус во рту должен у тех, у кого дентальные импланты, кому, кстати, нельзя делать электрофорез, возникает. На самом деле это просто ионодород такой привкус имеет, и раздражается вкусовой анализатор при помощи электрического тока постоянного, и таким образом мы ощущаем вот этот привкус во рту. Причем даже сам человек, который делает процедуру, если он дотронется до пациента, и ток, как говорится, на него замкнется, он тоже начнет ощущать, возможно, иногда металлический привкус во рту. Иногда при работе на лице могут возникнуть раздражающие эффекты со стороны зрительного анализатора, так называемые фосфены, вспышки такие непонятные ощущения, которые как будто ты видишь какие-то вспышки, звездочки и так далее. Это не очень хорошо, это значит, как правило, что сила тока превышена, да, или мы работаем слишком близко к орбите, да, то есть к глазу, к глазу яблоку, нужно подальше от него, да, отойти. То есть желательно, чтобы не было, конечно, возникновения вот этих вот фосфенов, но при все-таки ионофорезе именно с косметическими целями, которые делаются недолго, да, не стационарными электродами, то, что делается, а все-таки лобильным электродом, как правило, фосфенов вы не дождете, слава богу. Вот, поэтому, в принципе, такого быть не должно, нежелательно. Ну, естественно, когда используют электроды стационарные, накладывают в области висков, то может возникнуть головокружение вследствие раздражения вестибулярного аппарата, но опять-таки это немножко не наш вариант, поэтому вряд ли это вам встретится. Ну, прежде чем перейти к электропорации, да, я еще скажу пару слов важных, которые, ну, возможно, вы все это, конечно, знаете, да, и в вебинарах на тему гальванического тока я это все подробнее рассказываю, но на всякий случай я сакцентирую еще раз внимание на том, что при воздействии постоянным током по голой коже электродом водить и держать в голой руке электрод пассивный нельзя, потому что здесь у нас всегда два электрода, пассивный и активный. Один у нас дается пациенту в руки. Иногда можно вместо этого электрода использовать, например, стокопроводящий резин, электрод, и крепить его, например, на плечо или на спину при помощи, ну, какого-то удерживающего устройства на плечо. Резинка такая с велкро, с застежкой чаще всего используется. Вот, и можно, конечно, использовать там, тоже он будет работать как пассивный электрод. Но чаще всего вот такой вот наборчик у нас для косметологии, чтобы работать с лобильным электродом, который либо катается, либо бывает грибочек такой, которым просто мы вводим по коже. Вот, и вот этот электрод дается в руку. Так вот, обязательно мы электрод пассивный оборачиваем в несколько слоев салфеточки, да, вот, например, мы берем салфетку, ее сворачиваем в несколько слоев, смачиваем водой, отжимаем хорошо, да, и потом, чтобы у нас металлическая часть, да, ни в коем случае не коснулась руки пациента, потому что может действительно, особенно под отрицательным электродом, под катодом, может даже химический ожог быть от продуктов электролиза, вот, обязательно мы держим его вот так, да, то есть влажной салфеточкой. Иногда, еще я тоже в вебинаре в ком-то упоминала, очень удобно делать из такие чехольчики для пассивного электрода, их очень удобно потом очищать, дезинфицировать и высушивать, заново использовать, из салфеточки влаговпитывающей, целлюлозной, такие, знаете, со стола соберут какую-нибудь жидкость, да, которая впитывает такие, как губочки такие, вот, и вот эту салфеточку, они как правило такую в клеточку, да, вафельную, или с каким-то узором, да, из них можно вырезать прямоугольнички, с трех сторон прошить, и вот этот вот чехольчик вот так вот на пассивный электрод надевать. То есть наподобие, как вот в больницах физиотерапевтическое отделение, на свинцового электрода старого образца чехольчики из такого же материала надеваются, да, которые пропитываются, как гидрофильная прокладка, каким-то лекарственным веществом, вот, и точно так же дезинфицируются, сушатся, потом и заново используются. То есть, в принципе, можно тоже взять на вооружение такой лайфхак, как говорит молодежь, вот, и сделать себе, наделать какое-то количество этих чехлов из салфеток, вот этих вот влагоспитывающих, целлюлозных, и, соответственно, не использовать наматывание вот этой вот салфетки. Вот такой вариант. Значит, а на лице у вас у пациентов всегда лежит либо маска, либо из салфеточек можно сделать какой-то гидрофильный слой. В один слой уже, тут не надо много слоев накручивать, вот, в один слой лежит вот такая, например, маска, и она пропитывается чаще всего каким-то подходящим поляризованным тоником. Ну, самый простой вариант из гильтека – это с гидролизатом коллагена и алоэ вера, он для любой процедуры и со всеми препаратами сочетается, не очень лаконичный состав, как бы, и поэтому можно им пропитать, побрызгать там, можно прямо на лице кисточкой пропитать. Вот, поверх уже геля активного, который мы нанесли на кожу и собираемся вводить. Мы кладем вот эту салфеточку влажную, да, ну, на худой конец хоть физраствором. Ну, конечно, я не сторонник этого, но лучше, конечно, тоником с какими-то полезными компонентами, поляризованным, предназначенным для все-таки электро-каких-то методик. Ну, если уж совсем надо сэкономить, можно пропитать хотя бы физраствором. Вот, и, соответственно, мы накладываем и нос обязательно. Я вот беру специально такие масочки с шеи, из этой шеи я делаю носик, отрываю кусочек и делаю. Вот, и мы уже будем по лицу вводить по салфеточке влажной обязательно. И, ну, вводим мы, естественно, точно так же, как бы обрабатываем всю поверхность, но на себе, конечно, это сложно показать. То есть вот таким вот движением, здесь они идут такие прямые, тоже по массажным линиям, никаких вот спиралек-закрутов мы не делаем. Вот, если же у вас не такая манипула, не катается бочоночек, а есть просто грибочек, то мы салфеточку вот такую, тоже пропитанную тоником, например, закрепляем, но уже в один слой, естественно, не как ту, что в руке. Вот так вот на манипуле резиночкой закрепляем канцелярской где-нибудь, где удобно, да, и будем уже, можно и так работать, да, можно и такими продольными движениями работать. То есть на лицо нанесен гель там и на шею декольте, да, за исключением щитовидной железы. Вот, и потом уже мы обрабатываем вот этой манипулой, обернутой в салфеточку. То есть все зависит от того, бочоночек у вас катается или грибочек, который нужно обернуть и им вводить. Вот, если катается, то удобнее работать по салфетке, ну, по масочке, да, если не катается, то удобнее его завернуть и им уже обрабатывать лицо с нанесенным активным гелем, компоненты из которого мы собираемся в кожу внедрять. Вот, если вопросы есть, сразу задавайте, если что-то непонятно или сложно, потому что я к следующей методике уже перехожу. Вот, если вопросов нет пока, нету, да, вот, то, значит, двигаемся дальше. Электропорация. Электропорация считается одной из, ну, на данный момент самых сильных форезов, то есть методик именно внедряющих активные компоненты в глубокие слои кожи. Используется здесь уже ток переменный, то есть он дрейфует от плюса к минусу и обратно, то есть здесь нет никаких уже зарядов, не используются плюсы, минусы. Здесь главное просто, чтобы сами вещества были биодоступны, опять-таки, чтобы это был водный раствор, да, то есть это должен быть гель или сыворотка, или какой-то жидкий препарат. Вот, и здесь важно, чтобы структура была, которая, самого компонента, который может проникнуть достаточно глубоко, и величина молекулы была не очень большой. Поэтому здесь как раз электропорация, в принципе, так же, как и ион и форез, меньше имеет ограничений по применению самих препаратов, да, как бы больше самого активного вещества, если оно имеет маленький размер, можно внедрить в глубокие слои кожи. Ну, и депонирование на какое-то количество времени, ну, очень оно разное, конечно, для разных компонентов, в зависимости от их физико-химических свойств, тоже присутствует. То есть прийоны форезии мы депонируем на какое-то время, вплоть до нескольких суток активное вещество, и лекарственное, или какое-то косметическое, да. В глубоких слоях кожи. И здесь у нас депонируется несущая частота для приборов, как правило, между там 1200-1300 Гц. Вот, токи сложные, поэтому, конечно, когда, например, иногда обманывают косметологов, не очень сведущих, как говорится, в качестве аппаратуры, да, и продают обычные препараты, аппараты для иону фореза под видом электропорации, это, конечно, очень неприятно. Но вы можете хитро очень проверить такого нечистого на руку продавца. Если вам, там действительно, когда мы работаем с электропорацией, у нас тоже два электрода, пассивный и активный, но пассивный, он не имеет никакого заряда, да, он просто замыкает электромагнитный, ну, вот этот электрический контур, чтобы аппарат заработал. Разница в чем? Вспомним про металлический привкус во рту. При воздействии постоянного тока возникает металлический привкус во рту, а при воздействии переменного тока электропорации он не возникает, потому что не диссоциирует вода на ионы. И поэтому, если вам продали, ну, пытаются продать аппарат под видом более дорогостоящей электропорации, обычный ионов РС, который, ну, в общем, копеечный, да, любой аппарат для электропорации, даже самый эконом-класс, он, как у меня стоит, Айлой Праговский, он уже от 30, там, с чем-то тысяч начинается, да, аппаратик для гальванотерапии стоит порядка 9 тысяч рублей, да, разница есть. Поэтому, конечно, если вам пытаются вот такое сделать с вами, проверяйте. Если будет металлический привкус во рту, то, к сожалению, это не электропорация. Соответственно, какой здесь механизм бронекновения веществ? Здесь у нас открываются на мембране клетки, так называемые аквапоры, поэтому иногда эту процедуру называют аквапорация. И происходит переориентирование вот этих вот бесслойных мембран, то есть липидных хвостов, гидрофобных, соответственно, да, то есть они воду не любят от воды отталкивать, и поляризованных гидрофильных головок, да, они переориентируются, и происходит вот эта вот пора открывается на мембране клетки, там буквально там доля секунды она существует, и за это время у нас через клетку, внутрь клетки, может провалиться какое-то активное вещество, которое мы хотим внедрить. Вот, и, соответственно, можем мы использовать точно так же, как и любую другую форетическую методику, если нам нужно насытить кожу каким-то активным компонентом, то же самое гиалуроновую кислоту, или у нас есть серия Нео, например, такая интересная с липосомальным дегидрокверцитином, где как раз вот трансдермальная доставка используется в виде липосом, вот этого активного биофлавоноида многофункционального, ну, многие знают, кто с нами давно, эту серию Нео, и маски мы делаем из геля для сухой и нормальной кожи Нео, лосьоноконцентрата в конце многих процедур с эффектом фарфоровой кожи, то есть очень такая тяжелая артиллерия, можно сказать, гельтека, вот, и как раз вот эти гели тоже очень хорошо идут под электропорацию, гель антивозрастной Нео из антиэйдж серии, гель для сухой и нормальной кожи Нео из серии Гидротейшн, который, кстати, вопреки такому названию, он подходит для любого типа кожи, ну, просто название немножко неудачное, я бы гель для сухой и нормальной кожи Нео, как всегда говорю, назвала бы для тоничной тусклой кожи, для безвожной, ну, как назвали, так назвали, как говорится, давно это было, вот, назвали все-таки его, наверное, не косметологи, и сухую с обезвоженной кожей не очень сильно так дифференцировали, когда называли, поэтому не бойтесь для жирной кожи, для комбинированной использовать гель для сухой и нормальной кожи Нео, он очень хорошо работает с кожей, особенно с сосудистыми проблемами, можно вводить, можно маски с ним делать, Можно даже в домашнем уходе использовать. И, соответственно, для электропорации серийная очень хорошо подходит. Для чувствительной кожи хорошо подходит гель для зрелой кожи «Формула-1». Такой достаточно простой, с лаконичным составом, с 2% алоэ в составе из серии «Анти-Эйдж». Можно, в принципе, практически все наши гели для электропорации подходят. Противопоказания будут те же самые, конечно, как для постоянного тока, так и для переменного. Металлические импланты, конструкции какие-то металлические. Ну и остальное. Хронические тяжелые заболевания, беременность, онкология, поврежденная поверхность кожи. Что касается лазерной терапии, я подробно не буду останавливаться на этой методике, потому что у нас есть целые вебинары на эту тему и не один. И семинары очные. Здесь имеется в виду воздействие низкоэнергетическими лазерами. То есть это, как правило, красный спектр, ближний инфракрасный спектр и такое поверхностное воздействие на невысокой мощности. И это именно терапия. И вот эта методика, она как бы в двух лагерях находится. То есть и стимулирующая с одной стороны, да, и с другой стороны форез. То есть мы можем какие-то вещества, не все, конечно, ограниченное их количество, использовать прям непосредственно под манипулы, вводить вот эту лазерную терапию. И гиалуроновая кислота низкомолекулярная как раз одно из таких веществ. Поэтому есть специальная такая процедура, которая называется лазерная биоревитализация. И это как раз введение гиалуроновой кислоты при помощи низкоэнергетического лазера. Но лазерная терапия, она используется, конечно, и не только как форез, и используется как терапевтическое воздействие, потому что у нее очень сильно стимулирующий эффект, и противоотечные, и улучшение микроциркуляции, и устранение ишемии. То есть очень много всего, и заживляющий, самое главное, ее регенерирующий эффект. Но мы имеем возможность использовать ее такое свойство, и такую, можно сказать, разновидность методики, как отсроченный фотофорез. То есть когда мы, например, не знаем точно, нет у нас в списках физиотерапевтических, в справочниках точное указание, что, например, какие-то экстракты можно под манипулу лазера контактной методикой вводить, что они не разрушаются до неактивных форм, или что они не препятствуют проникновению лазерного луча в глубокие слои кожи, мы можем использовать как раз отсроченный фотофорез. То есть в этом случае мы сначала очищаем кожу, осуществляем какой-нибудь поверхностный пилинг легкий, и наносим, ничего не наносим, тоником протираем, то есть наносим тоник, кожа сухая, очищенная, мы обрабатываем ее лазером. Причем лазер – это единственная вообще, помимо еще Дарсонвали, методика из таких вот физиотерапевтических, которые используются в косметологии, которую можно использовать бесконтактно. То есть поврежденная кожа, экскурированная, кнея, много воспалительных элементов, розация, например, папула пустулезной стадии, ну, вне яркого обострения, конечно, но тоже какие-то могут быть, какие-то царапинки, ссадины, они не являются противопоказанием, потому что лазерные манипулы мы можем работать с расстояния 3 мм и освечивать поверхность. То есть это оптический спектр, свет для него не является преградой, для него не нужна контактная среда, то есть расстояние для него преградой не является, но единственное, для разных параметров используются разные расстояния. То есть, например, для классического аппарата, там Мустанг 2000+, его аналоги с манипулами для лазерной терапии, там 3 мм, дальше уже, конечно, не очень эффективно это все будет. И можно работать по поверхности кожи, не касаясь ее. Ну, а если можно касаться, значит, мы просто по сухой коже обрабатываем определенное количество времени. Ну, вот если кому интересно более углубиться в эту тему, как говорится, больше углубиться, то можно посмотреть на эту тему конкретно специализированный вебинар по лазерной терапии, там у нас несколько есть даже на канале Гельтек, про лазерную биоревитализацию, про функции, что умеет лазер помимо биоревитализации. То есть у нас несколько есть таких тем, мы разбирали подробно, то есть можно тоже по ним сходить, посмотреть. Вот, кому интересно. Но самое основное то, что после того, как мы обработали лазерной манипулой кожу, у нас повышается окнопроводимости в том числе, и очень серьезно повышается, улучшается. То есть и мы можем нанести какие-то активные компоненты сразу после, а еще можем накрыть альгенатом, например, или какой-то другой окклюзионной маской, и биодоступность компонентов, она будет в разы больше, чем если бы мы просто нанесли на очищенную кожу этот же препарат, и ничего бы с этим не сделали. То есть такая методика называется отсроченный фотофорез, когда мы в течение буквально 3-5 минут после сеанса лазерной терапии наносим активный какой-то или лечебный, или косметический препарат, там под альгенат или без альгената, не столь важно, просто альгенат улучшает еще больше пенетрацию каких-то активных компонентов, и вот таким образом мы можем как раз использовать те сыворотки, которые мы не знаем точно, можно ли прям манипулы по ней водить или нет. То есть с гиалуроновой кислотой там все ясно, можно. Вот, например, какие-то комплексные препараты, не всегда можно. Значит, противопоказания еще раз тоже слайдик, ну, все похоже на самом деле на то, что было до этого. То есть, опять-таки, и для лазерной терапии, и для воздействия электрического тока всегда противопоказанием являются какие-то хронические, острые, серьезные заболевания, какие-то нарушения серьезной эндокринной системы, сердечно-сосудистой, гептобилярной, это онкология, это беременность, это нарушение чувствительности кожи при воздействии электрическим током, например, потому что мы не сможем отрегулировать даже банально интенсивность электрического тока, если пациент не сможет нам свои ощущения сказать. Металлические конструкции являются противопоказанием для электрометодик, для лазерной терапии не являются противопоказанием дентальной импланты. При куперозе как раз лазерная терапия является методикой выбора для терапии, как раз для вспомогательных каких-то курсов для улучшения состояния таких пациентов, в том числе и, кстати, та же самая пресловутая розация. И, соответственно, при всех форезах есть противопоказание – это какие-то индивидуальные чувствительности, аллергия по-простому к вводимым веществам. Если человек знает, что у него аллергия на цитрусовый, не надо ему вводить цитрусовый пектин. Если у него аллергия на витамин С, на никотиновую кислоту, значит, не надо использовать ее. Если у него аллергия на какие-то конкретные экстракты, на ту же ромашку, не надо ему вводить кель, в которой в составе есть ромашка. То есть вот такие противопоказания. И базовый протокол напоследок, для тех, кто не устал, еще в конце скажу опять промокод. Потому что, может, кто-то посередине просоединился в вебинар и не знает, что у нас есть промокод на скидку для участников. Вам тоже в конце напишу. И базовый протокол любой аппаратной процедуры, он приблизительно по одному алгоритму осуществляется. Это всегда очищение. Например, мы можем взять наш любимый очищающий гель безсульфатный. Можем взять даже из Home Care линейки. Очень мне нравится вот эта пеночка. Мусс с алоэ вера. Она пахнет чудесно. И очень пациенты любят такой вкусный запах. У нас вообще для гельтека не характерны какие-то такие вкусные отдушки, потому что мы либо их вообще не используем, если есть возможность не использовать, либо самый минимум, который еле заметен, потому что у нас косметика считается гипоаллергенной. Соответственно, так как отдушка – это один из самых аллергенных компонентов косметики, то мы стараемся избегать какого-то таких ярких отдушек или каких-то больших количеств отдушек. Но вот мусс, он приятно очень пахнет, потому что на вот эту базу моющую очень хорошо легла. Вот эта отдушечка легкая, которая в нем есть, и все очень любят его за это. Но самый универсальный вариант, конечно, гель очищающий. Потом мы готовим кожу легким пилингом, то есть оптимально использовать энзимную пектиновую маску, которая и фермент папаи, и на 5% молочную кислоту содержит и увлажняет кожу хорошо. Можно под пленку, можно под массаж, как мы уже обсудили. Можно просто положить, если, как говорится, нет возможности сделать первое или второе, или желание. После этого мы энзимную маску снимаем, смываем, обязательно протираем кожу тоником, подходящим по типу кожи. Самый простой, допустим, гидрозат, коллаген, алоэ вера. Можем с гиалуроновой кислотой эластином взять тоник, такой более гелеобразный, можно взять с аха-кислотами. Кстати, аха-кислоты, они помогают как раз активным компонентам пенетрировать через роговой слой. Они немножко тоже участвуют в открытии, увеличении окнопроводимости кожи. И, соответственно, можем использовать, если жирная кожа, комбинированная, балансирующий тоник для жирной проблемной кожи, серии антиокне, который некоторые боятся такого названия, для жирной проблемной кожи. То есть на самом деле он просто балансирующий, он и для нормальной кожи может спокойно использоваться. В нем нет никаких ни спирта, ни каких-то подсушивающих компонентов. То есть он очень-очень мягкий и тоже не содержит ни очищающих компонентов, ни павов. Наши тоники ни один не содержат павов, потому что у нас тоники, классические тоники, которые применяются для завершения очищения, а не для продолжения очищения, как это зачастую бывает, к сожалению. То есть здесь, в принципе, любой можно, в зависимости от показаний выбрать, после того, как кожа подготовлена, мы наносим гель уже, или сыворотку, которую собираемся вводить, или можем несколько сывороток нанести, и даже можем нанести зонально несколько сывороток с каким-то специализированным действием, например, серии Selective или серии Intensive. Сверху закрыть, например, каким-то более лаконичным по составу гелем для лица предназначенным. Самый простой, например, гель увлажняющий плюс, где только гиалуроновая кислота, сок алоэвера и пребиотик фукогель. И можем закрыть, или гель для зрелой кожи формулы 1 используется очень часто, ну, для такой экономии препаратов, потому что если мы будем по сывороткам делать всю процедуру 15 минут, мы их много израсходуем, а если будем сверху сыворотки закрывать гелем, то тогда мы меньше их израсходуем, еще и пару тюбиков дадим пациенту с собой, чему он будет очень рад и будет пролонгировать эффект от нашей процедуры, используя остатки дома, которые в маленьких упаковочках, например, можно с собой давать, или пробнички этих же сывороток активных. И, соответственно, когда у нас на лицо все нанесено, то, что мы делаем, мы проводим саму аппаратную процедуру. То есть ультразвуком мы по гелю работаем, прям по коже с гелем, электрическим током, напомню, работаем по, обязательно, гидрофильная салфеточка должна быть между кожей, электродом, и в руке то, что зажато, тоже должно быть. Кожа голая, электрод не должен касаться. С электропорацией мы работаем, опять-таки, по голой коже, ну, то есть с нанесенным гелем, вот такой манипулой. Сейчас вам покажу ее. Ну, как правило, она такая. Бывает, конечно, аппарат старого образца, в которых банка встроена еще. Тогда мы более жидкие какие-то средства используем, сыворотки, можно даже тоником разбавлять, иногда в саму баночку наносить, а более концентрированный раствор, ну, или гель, да, наносить уже непосредственно лицо. А вот манипулу активного электрода на многих аппаратах все-таки я рекомендую в салфеточку. Не потому, что будет ожог какой-то от продуктов электролиза, там они не образуются, просто контакт так лучше, да, то есть влажная вот эта салфеточка, не мокрая, да, а просто слегка влажная. Она вот помогает лучше сконтактировать кожу с пассивным электродом. А на лице при ретропорации нам не нужно дополнительных прокладок. Вот, при лазерной терапии, естественно, мы работаем либо по препарату, освечиваем поверхность контактно, либо бесконтактно с расстоянием 3 мм. Процедуру сделали, соответственно, потом остатки препарата, если это необходимо, можем снять влажным компрессом, так называемым, да, берем вот эту салфеточку тоником или водой смачиваем чистой, да, и убираем остаточки. Ну, например, некоторые препараты, они в процессе процедуры, то, что не впиталось, уже смысла нет на лице оставлять, например, как гель-коцентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, или, например, гельтонизирующей с витаминами, да, например, многие вводят форезами, да, а то, что не ввели, оно потом как пленочку такую образует и может, допустим, скататься под кремом, который мы используем в финале, поэтому осадки можно убрать, еще раз протонизировать можно кожу после контакта с водой, нанести даже какие-то активные сыворотки в дополнение, если есть в этом необходимость и желание, да, тут же самое релакс на область мимических морщинок, да, можно нанести актив лифтинг на все лицо и шею, да, особенно с овалом, она хорошо работает с полуланом, с кофеином. Можно, допустим, если очень обезвоженная гиперчувствительная кожа, можно взять 3D-увлажнение, кстати, она тоже скоро будет в маленьких, вот в таких же флакончиках 37-миллилитровых, да, или громовых, вот, так что не пугайтесь. Можно, допустим, селективными какими-то средствами на, допустим, участке с куперозом, да, нанести антикуперозный гель, то есть все зависит от показаний, от того, что мы используем. И сверху этих сывороток можно нанести какую-то маску, либо, если у нас маска не предполагается в протоколе, можно сразу финальный крем нанести. Но, как правило, мы всегда все-таки уходовую процедуру завершаем какой-то маской еще. Вот, и здесь как раз, как вариант и альгинат на сыворотке, и коллагеновый лист, и как бюджетная замена коллагеновому листу с чуть ли не лучшим эффектом, это моя любимая маска на основе геля до сухой нормальной кожи Нео. Вот такой вот масочки одноразовой, пропитанной лосьоном концентратом Нео и под сухое полотенчико. Кому интересно, как ее делать прям подробно, просто найдите видео на нашем канале, которое называется процедура суперувлажнения или фулгидротейшн, где я просто показываю ее, и где-то там, по-моему, на 20-й минуте как раз вот эта маска, как ее сделать, можно посмотреть, и будет прям понятно. На самом деле все просто. Наносим гель, наносим вот эту одноразовую масочку, пропитываем ее лосьоном концентратом, укрываем сухим полотенчиком, и на 15-20 минут. И потом, когда мы ее снимаем, у нас такая фарфоровая, напитанная кожа с равномерным тоном, и остается только нанести финальный крем. Наносим мы либо увлажняющий крем, как универсальный вариант с легкой текстурой, ну, вы все его знаете, наверное, особенно кто с нами давно. Можно взять, например, крем-антиоксидантный коктейль Витаматрикс со светоотражающими частичками, который дает такой эффект внутреннего свечения, софт-фокус эффект, его еще иногда так называют, вот и с витаминами АЦЕ. Его больше любят, кстати, пациенты с кожей склонной к сухости. Вот, хотя некоторые думают, а сыворотка, наверное, там какая-нибудь жиденькая. На самом деле это полноценный крем, причем сухокожей пациенты почему-то Витаматрикс любят больше. Вот, но он и для комбинированной кожи подойдет вполне. Вот, есть у нас, естественно, с солнцезащитным фактором, максимальный мультипротектор, у нас есть прекрасный питательный крем массажный с поапельсин, который, ну, конечно, больше питательный, чем массажный. Вот, и для сухой кожи тоже он хорошо подходит, когда СПФ не нужен. Ну, и, в общем, вариантов масса. Можете смотреть, какой пациенту лучше крем подойдет, тот и наносить в качестве финального. Ну, а курсы частоту мы с вами уже обсудили. Как правило, физиотерапия, если делается курсом, она делается там примерно 10 процедур ежедневно через день. Да, это все относится и к ультразвуку, и к электрическому току, и к лазеру. Поэтому здесь либо мы делаем курсом, либо мы делаем эпизодически эти процедуры на выход или как поддерживающие состояние кожи. Вот, поэтому вот такой базовый протокол можно, в принципе, взять на вооружение, и любая аппаратная процедура, она, собственно, по этому алгоритму делается. Вот, на этом я, в принципе, все, что хотела рассказать, рассказала. Вот, если...